Восьмое января, понедельник. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на Белцате в студии Полины Евставьева. Массированные ракетные атаки подверглись четыре региона Украины со стороны России сегодня утром. Всего по украинским городам выпущено более 50 ракет. 18 из них удалось сбить воздушным силам Украины. В результате как минимум четыре человека погибли, еще 33 пострадали. Несколько человек могут находиться под завалами. Подробности этого утра расскажет моя коллега из Киева Марина Ступак. Воздушная тревога началась около шести часов утра по местному времени и распространилась по всей Украине. Она длилась около двух с половиной часов. За это время российские войска успели выпустить ракеты по центральным областям Востоку и Западу Украины. Речь идет о крылатых баллистических ракетах в гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал». Как сообщили в воздушных силах ВСУ, крылатые ракеты были запущены из района акватории Каспийского моря, а баллистика из аннексированного Крыма. В воздушных силах отмечали активность вражеских истребителей Су-35, Су-34 на севере. Взлеты четырех истребителей МиГ-31 фиксировали с аэродрома Савослейка Нижнегородской области. В небе находилось 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Взрывы прогремели в Запорожье, Кривом Роге и Харькове. По Харькову российские войска нанесли как минимум четыре удара, подтвердили местные власти. В поврежденном предприятии и учебное заведение возник пожар и пострадала 53-летняя женщина. Ее госпитализировали. Тип вооружения еще устанавливается. Попадание было в частный дом в городе Змеев Харьковской области. Из-под завалов спасатели достали двоих – 62-летнюю женщину и 63-летнему мужчину. Позже в областной прокуратуре сообщили, что женщина погибла. В Кривом Роге вследствие удара 24 пострадавших, из них пятеро детей. Все в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили в местной областной военной администрации. В городе поврежден торговый центр и около двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил ранение. Под завалами одного из частных домов в городе могут, по данным МВД, находиться трое людей. Вот как, если верить видео из телеграм-пабликов, утро началось у жителей города. Повырывало окна. 16-этажки выпадали в окна. Без жертв не обошлось в Криворожском районе. Там вследствие удара разрушен частный дом. Погибла женщина. Крылатые баллистические ракеты выпустили по Запорожью. Удар пришелся по жилым районам рядом с домами. Спасатели и полицейские, по данным МВД, работают на шести локациях. По информации местных властей, предварительно известно о четырех пострадавших. Прозвучали как минимум шесть взрывов. Сегодня утром мы в Хмельницкой области. На месте, как пишет местная администрация, работают специалисты. Как сообщил замглавы Офиса украинского президента Алексей Кулеба, в результате российской атаки один человек на Хмельничине погиб. Массированным обстрелом этой ночью вновь подвергся Харьков. По словам мэра города, российские войска обстреляли ряд промышленных объектов. Пострадала как минимум одна местная жительница. Кроме того, этой ночью погиб мужчина, который был ранен во время обстрелов Харькова 2 января. Отмечу, тогда Россия могла обстреливать Харьковщину ракетами из Северной Кореи. Местная прокуратура заявила, что обломки одной из ракет не похожи на обломки ракет, которые применяла Россия ранее. Это может указывать на ее северокорейское происхождение. О том, что Северная Корея поставила России некоторое количество баллистических ракет, на прошлой неделе заявили правительства США, Великобритании и Южной Кореи. В свою очередь, Минобороны России заявляют о перехвате украинской ракеты С-200 над Белгородской областью. Как отмечают в ведомстве, ракета была переоборудована для ударов по наземным целям. Тем временем, из Белгорода продолжают эвакуировать местных жителей. После обстрелов города в конце декабря и начале января в пункты временного размещения заселились около 300 человек. Кроме того, местных детей отправят на зимние каникулы в другие регионы. К нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в города Белгорода, в загородные школьные лагеря, в другие регионы. Тем временем, Владимир Путин встретил Рождество семьями погибших военных. И эти семьи тщательно отобрали. Как сообщает проект агентства, к президенту допустили провластных общественниц, а также детей, которые уже встречались с ним 4 ноября в День народного единства. Самой многочисленной семьей в гостях у Путина стала семья священника Михаила Васильева. Его вдова привела пятерых из шести детей. В качестве священника Васильев посещал военные конфликты в Чечне и Сирии. А во времена мобилизации советовал россиянкам рожать больше сыновей, чтобы не бояться отправлять их на войну. О тщательном отборе семей заявили и аналитики Американского института изучения войны. Эксперты отмечают, Путину нужны демонстративные и широко разрекламированные встречи с военными и их семьями для своих предвыборной кампании. Публичная поддержка этой большой части электората жизненно важна для Кремля, отмечают аналитики. Концовка прошлого года ознаменовалась резким ростом аварийных инцидентов в российской авиаотрасли. При этом, по подсчетам Newsweek, общее число авиапроисшествий в России в 2023 году выросло втрое. Журналисты вот так вместе с экспертами попытались разобраться, насколько это связано с санкциями, чем живет российская авиация и что еще ждет ее в будущем. Подробности читайте на нашем сайте. Вот.дефистак.тв. В материале в мире вообще нет ни одной страны, которая полностью делает самолет самостоятельно. Сегодня американский госсекретарь Энтони Блинкин прибудет с визитом в Израиль. Приезд станет пятым официальным визитом Блинкина в еврейское государство с момента нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября. Визит в Израиль – часть турне Блинкина по странам Ближнего Востока. Накануне он посетил Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию. Ожидается, что будет подниматься вопрос о лучшей защите мирных жителей сектора газа. В ходе беседы с премьер-министром Катара американский госсекретарь неоднократно говорил о палестинских переселенцах. 8 января может стать днем одной из крупнейших демонстраций в истории Германии. Немецкие фермеры прибыли в Берлин накануне демонстраций против планов правительства сократить субсидии. Аграрная техника выстроилась в центре Берлина. Но это только начало. Запастовки планируются в течение всей ближайшей недели. С помощью техники фермеры не только протестуют в городах, но и блокируют крупные автомагистрали на подъездах к ним. Из-за демонстрации в Берлине перекроют главную магистраль, которая соединяет центр столицы и ее западные пригороды. Власти северного города Гамбург предупреждают о возможности транспортного хаоса, поскольку там также ожидают митинг фермеров. Фермеры выступают против отмены налоговых льгот и скидок на дизель, которые были запланированы правительством Германии. Несмотря на то, что власти уже предложили отказаться от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства, немецкий крестьянский союз требует сохранения всех льгот и субсидий. Есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана, если есть политическая воля. Так президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал ситуацию с избранием своего преемника летом, когда он будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Ранее стало известно, что Орбан может сменить Мишеля на посту президента Евросоюза. Если действующий глава выдвинет свою кандидатуру в депутаты на выборах в Европейский парламент, как заявлял, и будет выбран, то он покинет пост уже в июле. Если политикам не удастся прийти к согласию, председательство в Европейском совете на полгода перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Будапешт будет председательствовать в ЕС с июня по декабрь этого года. «У нас есть шесть месяцев, чтобы позволить главам государств и правительств формировать свое мнение о том, как организовать демократический переход после европейских выборов», отметил Шарль Мишель. При этом Виктор Орбан не станет жертвовать своими функциями премьер-министра в обмен на должность председателя Евросоюза. Об этом нам рассказал политолог-международник Сергей Толстов. Разумеется, Орбан не будет жертвовать своими нынешними функциями премьер-министра в Венгрии, поскольку это дает ему гораздо больше возможностей, прав и перспектив. Он никоим образом не станет переходить на должность председателя Европейского совета, тем более, что нынешнее руководство стран ЕС, президенты и парламенты его не утвердят. Отмечу, Орбан известен как противник выделения военной и финансовой помощи Украине. В 2023 году он стал единственным лидером стран ЕС, кто встретился с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня избранная президент Беларуси Светлана Тихановская приезжает в Варшаву. В польской столице она пробудет два дня. За это время она примет участие в приеме от имени президента Анжея Дуды, а также встретится с новыми руководителями обеих полотпольского парламента и новыми министрами, а также с мэром Варшавы и руководителями дипломатических миссий. Наша задача вернуть ситуацию в Беларуси в повестку дня, показать необходимость срочного решения проблемы белорусских политзаключенных, необходимость более жестких санкций, а также поддержки независимых СМИ и гражданского общества. Опенгеймер обошел Барби. Таковы результаты объявления лауреатов «Золотого глобуса». В Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония награждения премий. Фильм Кристофера Нолана стал победителем в пяти номинациях, включая лучшую драму и лучшего режиссера. Барби досталось две награды – кинематографические и кассовые достижения и лучшая оригинальная песня. Лучшим мультфильмом стал «Мальчик и птица», лучшим иностранным фильмом – французская анатомия падения. Премия ежегодно, присуждаемая Голливудской ассоциацией кинокритиков, традиционно открывает ежегодный сезон голливудских наград. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске «Вот так». Я на этом прощаюсь с вами. Берегите себя и оставайтесь с «Белсатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова